Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника алгебры 7 класс, авторы Мерзляк Полонский и Кер, под номером 122. Из двух городов, расстояние между которыми равно 270 км, выехали одновременно навстречу друг другу два автомобиля. Через 2 часа после начала движения расстояние между ними составляло 30 км. Найдите скорость каждого автомобиля, если скорость одного из них на 10 км в час больше скорости другого. Итак, поскольку они вышли одновременно, то оба в пути были 2 часа. Так как скорость одного из них больше, чем скорость другого на 10 км в час, но скорость ни одного из них мы не знаем, то мы можем ввести переменную и меньшую скорость обозначить через х км в час и решить эту задачу с помощью уравнения. Итак, пусть скорость второго автомобиля на 10 км в час больше, чем скорость первого. Тогда скорость первого автомобиля обозначим х км в час. А скорость второго, поскольку она на 10 км в час больше, будет х плюс 10 км в час. Мы знаем, что чтобы найти расстояние, нужно время умножить на скорость. И тогда за 2 часа со скоростью х км в час первый автомобиль преодолел расстояние 2х км. А второй автомобиль за 2 часа со скоростью х плюс 10 км в час преодолел расстояние 2 умноженное на х плюс 10 км в час. Километры за 2 часа. Хорошо. И у нас два варианта. Почему два варианта? Потому что они могли встретиться в пути, а могли не встретиться. И тогда, если они не встретились, то тогда первый проехал расстояние, второй проехал расстояние. И то расстояние, которое им осталось проехать, составляет 30 км. И тогда вместе они проехали путь, равный 270 минус 30 км. Это 240 км. Во втором случае, если они встретились в пути, то какой путь они преодолели? Тогда расстояние, которое они проехали, это будет расстояние между городами и еще это 30 км. То есть 270 плюс 30 км. И тогда наша задача будет иметь уже другое уравнение. Поэтому запишем все это, составим два уравнения и решим их. Пусть скорость первого автомобиля х км в час, тогда второго х плюс 10 км в час. За два часа первый проехал 2х км, а второй 2 умножено на х плюс 10 км. Если автомобили не встретились, то они проехали 270 минус 30 км. То есть путь первого плюс путь второго, это будет 240 км. Если встретились, то проехали 270 км и еще 30 км. Это получается 300 км. То есть путь первого плюс путь второго равно 300 км. Итак, составляем эти уравнения. Итак, в первом случае, путь, который преодолел первый автомобиль 2х. Второй 2 умноженное на х плюс 10. И всего это будет 240 км. или все точно так же левая часть. Первый проехал 2х км, второй 2 умноженное на х плюс 10. Но поскольку они встретились и проехали больше, то их суммарное расстояние будет 300 км. И решаем. Раскрываем скобки в левой части. 2х плюс 2х 4х плюс 2 умножить на 10, 20 и равно 240. Высчем из обоих частей уравнения 20, тогда слева останется 4х, а справа 240 минус 20, это 220. Разделим обе части уравнения на 4. 200 делим на 4, 50, 20 делим на 4, 5, получаем 55. Итак, 55 км в час. Это скорость первого автомобиля. Тогда скорость второго автомобиля 55 плюс 10. 65 км в час. Это скорость второго. Теперь решаем второе уравнение. Мы уже знаем, что будет в левой части, поэтому сразу перепишем. 4х плюс 20 и равно 300. Вычитаем из обоих частей уравнения 20. Слева остается 4х, справа 280. Делим обе части уравнения на 4. Тогда х равно 70. Итак, 70 км в час. Это будет скорость первого автомобиля. И 70 плюс 10. 80 км в час. Скорость второго автомобиля. Все, можем записать ответ. Скорость автомобилей 55 км в час и 65 км в час. Или 70 км в час и 80 км в час. Все, мы справились с вами с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!